Ждать ли балаковцам перерасчет за перетоп? Как экономить на отопление, если даже задвижки отрегулированы? Эта тема стала главной на встрече жителей новых микрорайонов с депутатом Государственной Думы Николаем Панковым. Балаковцы рассказали, что во многих домах следует Совету Тепловиков самостоятельно регулировать подачу теплоносителя, но это не помогает. Ни одного перерасчетного платежного. Получается, вы эту прибыль себе кладете в карман. Это получается, что счетчики, которые вы заставили нам поставить, работают против жителей. Мы и вы дождетесь, что счетчики будут сниматься с домов. Нам проще платить по нормативе. Понимаете? Установка общих домовых приборов учебных. Это не прихоть к пауту плюс. Это федеральный закон. Вы его должны установить. Вы вот из строя самостоятельно. Это нарушение законодательства. Во всех четырех домах была произведена регулировка подачи теплоносителя вместе с вашим представителем, с представителями нашей управляющей компании. Старший мастер и инженер по эксплуатации трубопроводов. И я присутствовала там. Ну куда я еще больше убавлю? Чтобы стояки встали. Игорь Струков пояснил, что снижение подачи объема теплоносителя возможно только при наличии элеваторного узла, а регулировка с помощью задвижек не решит проблему. Заместитель главы района ПЖКХ Павел Канатов заявил, что счетчики дают показания ниже норматива только при несильных морозах. Если температуры аномально низкие, это сразу же отражается на кошельках потребителей. Понимаете, что температурный режим есть. Его непонятные деньги. Мы попросили, в связи с тем, что у нас, как уже передом, держать температуру не выше 85 градусов. Ну, сегодня уже, как вы сказали, 80-80. Ну, поймите правильно тоже, когда утром минус 22, а вот сейчас минус 5, резкая температура снижать не получается. Поэтому было предложено. Давайте сделаем среднюю температуру, которая предотвратит вас, но в порядке за веком. Старшие по домам пытались донести до тепловиков, что не может, к примеру, бабушка заплатить за отопление 4 тысячи рублей при весьма скромной минимальной пенсии. Депутат Государственной думы Николай Панков тоже согласился, что, образно говоря, залазить к потребителям в карман несправедливо. Игорь Михайлович, некоторые моменты хотел откорректировать. Понимаете, ситуация, вы говорите, по стране такая, она разная. Но вот как в такой ситуации, как в Балаково, в Адханале и в Степло, у нас в Саратовской области нет. Я вам все это скажу. Сегодня получается другая ситуация. Мы находим пути, как бы из кармана людей, при существовании счетчиков, вытянуть деньги. Говоря о повышении температуры, о увеличении давления в сетях, это неправильное решение. Николай Васильевич отметил, что необходимо принимать меры, в том числе обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить справедливый порядок начисления за теплом. Знаете, как это стоит пословица? Чувствую обманывать, не пойму где. Поэтому именно нужно провести все расчеты, все доказательства для того, чтобы, если организация виновата, конечно, вернуться к перерасчету. Это будет правильно, это будет по-честному, это будет в рамках действующего законодательства. Но пока эта проблема решается, балаковцы вынуждены оплатить завышенные суммы в квитанциях за тепло. И надеется, что перерасчет все-таки когда-нибудь будет сделан.